Одним из важных достижений местных властей за 2021 год является значительный прогресс в решении квартирного вопроса сразу нескольких категорий граждан. Только из болочных строений в прошлом году чуть более 70 нефтеюганских семей переехали в новое комфортабельное жилье. В рамках реализации мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтьюганска, с участниками мероприятия за 2021 год заключено 72 договора купли-продажи живых помещений. Это у нас категория граждан болочных помещений. Еще один из пунктов повестки – утверждение новой структуры администрации города. При прошлой власти у главы Нефтьюганска было шесть заместителей. Сейчас одну из этих ставок упразднили, зато ввели новую. Теперь у мэра города есть первый заместитель. Его должность занял Павел Гусенков. Данные изменения не публикуют увеличение количества муниципальных служащих администрации города и увеличение денежных средств. Проект согласован со всеми заместителями и юридическим правовым управлением города. Помимо этого в Нефтьюганске утвердили новые награды. Нагрудный знак главы города за самоотверженную борьбу с пандемией получат выдающиеся медики – не более 15 человек в год. Награжденному вручается знак и удостоверение, которое подписывается главой города. Повторное награждение знаком не осуществляется. Волонтеры старше 14 лет, которые ведут добровольческую деятельность не менее одного года, получат знак за личный вклад в развитие этой сферы. Кандидаты на награждение должны быть зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества, либо иметь личную книжку добровольца. К награждению представляется 14 человек. Первое вручение новых нагрудных знаков состоится этой осенью на торжественных мероприятиях, посвящённых юбилею Нефтьюганска. Дарья Лунькова, Евгений Трифилов, телерадио компания «Юганск». 33-х однокомнатных.